Привет друзья! Сегодня я хочу рассказать о продуктах Xiaomi, которые мне нравятся, которым я пользуюсь, рассказать о их плюсах и также минусах. Сделаю я кратенький обзор по каждому продукту, особо останавливаться на каждом не буду, обзоров полно в интернете, сделаю краткий обзор тех вещей, которые я использую, чем они мне нравятся, чем не нравятся. Ну конечно же о всех продуктах Xiaomi я не буду рассказывать, потому что очень большой бренд, выпускает массу вещей, вот какие-то мелочевки, переходники там, до телевизоров, велосипедов, скутеров и так далее. Полотенцы, матрасы, у них очень много разных продукций, много продуктов для умного дома, всевозможные датчики, света, газа, воды. Этого конечно же я сегодня покупаю, я не такой уж ярый фанат данного бренда, но некоторые вещи у меня есть, которыми я пользуюсь практически каждый день. Некоторые просто необходимы для работы, для повседневной жизни, которые я использую ежедневно, и о них же сейчас я вам вкратце расскажу. Начнем, пожалуй, с самых маленьких, это батарейки Xiaomi, поставляются в прозрачном корпусе, называется, кстати, Z17, формата 3А, 1,5 А, емкостью 750 мАч. Удобный кейс для хранения, все батарейки разных цветов, зачем, не знаю, смотрятся симпатично. Заявленные емкости соответствуют, используя непосредственно в технику Xiaomi, которую покажу чуть позже. Также, кроме обычных батареек, имеются аккумуляторы формата 2А и 3А. Такой же корпус, удобный, также с цифрой 7. 750 мАч емкость на отдачу 700 мАч. Смотрится красиво, узнаваемо. При длительном использовании пока не просели, держит заряд отлично. Также, стандарт А2А. Использую постоянно, уже на протяжении больше года. Здесь уже идет цифра 5, название Z15. Аккумуляторы. 1900 мАч. Емкость. 1,2 Вт. Хорошие, качественные батарейки, по цене немного дешевле известных брендов. Следующий продукт. Ручка. Ручка Xiaomi. Это второе поколение ручки. Смотрится отлично. Я ей пользуюсь уже около полугода. Никаких не потертостей, ни царапин. Покрытие классное. Язычок подпружинен. Сбалансированная ручка. Легкая. Открывается поворотным механизмом. Пишет черным цветом. Выпускается в двух цветах. Серебристый и золотой. Стержень, как на предыдущей модели в пластмассовой ручке. Здесь не стучит. Плотно сидит. Не шатается. Рука не устает. Писать удобно. Купил себе, купил друзьям. Престижно смотрится. Классная вещь. Следующая. Усилитель сигнала Wi-Fi. Также вторая версия. Первая была с меньшей скоростью. 150 мбит в секунду. Это уже идет 300 мбит в секунду. Размер практически тот же. Два световых индикатора. USB-выход. Здесь схематически изображено, как подключать. Для чего нужен Wi-Fi-весилитель? Как он работает? Можно подключать к любому USB-выходу, где есть питание. Или к заряднику, или к компьютеру, ноутбуку, или к батарее. Для чего он нужен? Если у вас, например, дом, роутер стоит в одном углу, а в другом углу дома уже плохой сигнал Wi-Fi, то можно эту вещь подключить к роутеру, создать рабочие настройки и подключить в другом конце дома, где он будет принимать сигнал и раздавать на определенное расстояние. Подключить к пауэрбанку и выносить на улицу. У вас будет прекрасный сигнал, в радиусе 200-300 метров от Wi-Fi-передатчика. Но, естественно, он должен быть на определенном расстоянии к вашему Wi-Fi-роутеру, потому что сигнал берет он от него. Следующий, первый пауэрбанк Xiaomi с выходом Type-C. Литий-ионный аккумулятор на 10 000 мАч, на выдачу 7100 мАч, аналогичные такие же аккумуляторы предыдущих версий. Там около 6 000 мАч на выдачу. Здесь же чуть больше. В комплекте идет шнур USB на Type-C. Снимаем переходник обычный microUSB. очень тонкий аккумулятор, металлический корпус, 4 световых индикатора, Type-C и обычный USB. Включаем нажатие кнопки. Включающийся индикатор показывает заряд батареи, практически с силой нужно подзарядить. Двойным нажатием идет зарядка малым током. Компактное стильное устройство, легко помещается в кармане. Кстати, есть быстрая зарядка, как на вход, так и на выход. Классная вещь. Постоянно пользуюсь. Также аккумулятор держит отлично. Благодаря литий-ионным аккумуляторам за длительное время проседаний по емкости нет. Но я думаю, длительное время он не прослужит. Следующая вещь. Фонарик Xiaomi. Тоже полезная, интересная штука. Регулярно пользуюсь. Также вторая версия. Есть кнопка. Подключаем пауэрбанку. Фонарик гнется. Можно как угодно его. Лампы стоят Philips. Первый режим. Еле заметный. Как ночник. Второй. Третий. Четвертый. Четыре режима. Яркость можно подобрать. Использую как ночник. А так замечательная вещь. В походе, на природе. В палаточке. Включили. Вот этого пауэрбанка у меня на втором режиме. Работает ровно неделю. Так что это хороший показатель. Ледовские лампочки фирмы Philips. Очень мало потребляет энергии. Надолго хватает. Можно также подключить к компьютеру. Будет сделать подсветку клавиатуры. Или к телефону через переходник. Еще одна интересная штучка с этой серии вентилятор. Есть китайские аналоги этих вентиляторов, но они работают шумно и недолговечно. так же гнется в разных направлениях. Кнопка включаем выключаем. Незаменимая вещь. Летом в жару если нет кондиционера нет возможности открыть окно включаем пользуемся в транспорте отлично подойдет. Следующий гаджет роутер Xiaomi. Есть световые индикаторы подключения к интернету. Блок питания вход два выхода и USB разъем. Ресет USB можно подключать жесткий диск можно подключить усилитель сигнала. Кстати все настройки передаются автоматически. Подключил пару секунд индикатор разгорелся синим все название сети пароль передан можно включать и пользоваться. Поддержит два стандарта связи 2,4 и 5 ГГц. Есть световой индикатор подключения также им пользуюсь уже около двух лет замечаний в работе нет никаких превосходно работает заявленную скорость выдает по обеим сетям периодически приходят обновления по воздуху можно сюда ставить сторонние прошивки но я смысла в них не вижу зачем что-то делать если все и так отлично работает компактный легкий выпускается в нескольких цветах есть по-моему черный оранжевый и белый следующий девайс bluetooth колонка это самая маленькая колонка из модельного ряда Xiaomi поставляется в белой коробке есть инструкция но это не столь важно включается удержанием кнопки на обратной стороне загорелся синий индикатор заряжается microUSB поддерживает bluetooth 4.2 емкость батареи 300 мАч корпус алюминиевый звук выдает 2 ватта классная стильная вещь ударопрочная динамик не хрипит чистый звонкий звук отлично подойдет на замену прослушивания музыки через телефон также можно брать на природу по времени работы в зависимости от громкости и жанра музыки 3-4 часа следующая вещь bluetooth гарнитура поставляется в прозрачной коробке внутри белые все в стиле Xiaomi вот такая маленькая легенькая гарнитура есть две кнопки громкости кнопка включения ну и сам динамик микрофон шумоподавления световой индикатор красным нет подключения синим есть подключение внутри также поставляется инструкция с этой стороны штурм для зарядки и амброшюры двух размеров маленький и большой сама по себе гарнитура замечательная звук чистый громкий нареканий в работе нет по батарее в среднем режиме использования хватает на 3-4 дня в предыдущей версии в которой нету клавиш громкости там аккумулятор был чуть побольше хватало на 5-6 дней но для меня это не критично раз в неделю зарядить можно так следующее заряд идет также инструкция кабель для зарядки и сама зарядка для аккумуляторов зарядка необычная универсальная она работает как на прием так и на отдачу энергии передвигаем ползунок влево идет зарядка аккумулятор стандарта 2А и 3А передвигаем вправо идет заряд девайса можно использовать как powerbank при зарядке есть световые индикаторы индикация идет поочередно после зарядки аккумуляторов индикаторы светятся непрерывно можем подключить фонарик посмотреть идет разряд ползунок передвинули навек выключился классная вещь постоянно пользуюсь компактная ни проводов ни шнурков левенькая по-моему 7 режимов защиты от перегрева от перенапряжения от неправильно вставленных аккумуляторов называется Z15 рекомендую в хозяйстве всегда приходится следующая вещь это наушники Xiaomi гибриды это следующее поколение где уже гибридный драйвер характеристики практически те же что и предыдущих пистонов третьих в комплекте поставляются также амброшюры инструкция и сами наушники смотрятся замечательно сделаны из металла провод в обмотке миниджек также металлический есть QR-код для проверки на оригинальность звук просто шикарный естественно для своей ценовой категории по сравнению с третьими пистонами чуть-чуть лучше по качеству по частоте есть кстати пометка HD Audio присутствует микрофон три клавиши в общем классная вещь за относительно небольшие деньги чистое хорошее звучание ну и красивый вид ну конечно же Mi Band второй как же без него классная штука в комплекте идет зарядка инструкция подключается подключается очень легко также к заряднику заряд занимает около чуть более часа главным плюсом Mi Band это сменный силиконовый чехол порвался затерся разонравился выбросили купили новый стоит около доллара масса разных вариантов расцветок металлические кожаные что нужно то и покупаем сам по себе Mi Band держит около 20 дней надевается очень легко долго я его не покупал все думал нафига он нужен но потом попользовался буквально пару дней как я без него жил ну очень удобная вещь всегда знаешь обходящем вызове смс любом уведомлении будильник больше не будет всех окружающих только вибрирует на твоей руке также можно отслеживать сердцебиение сколько шагов сделал в килокалории сколько пробежал очень классная удобная вещь пользуюсь уже давно просто бестселлер следующий продукт мышка мышка Xiaomi чем она лучше от других мышек очень эргономичный дизайн легкая симпатичная есть два стандарта связи Wi-Fi и Bluetooth работает от двух пальчиковых батареек есть передатчик Wi-Fi сигнал держит стабильно четко никаких нареканий нет плавный ход колесика приятные щелчки мыши включается движением ползунка между переключением между сигналами нажатием круглой кнопки по характеристикам смотрим на упаковке пользуюсь нравится следующая вещичка Xiaomi Mi Box 3 русскоязычная поддержка 4K 64 битный процессор 2 гига оперативки 3 внутренние есть поддержка 4K и HDR очень годная вещь пользуюсь уже около 4 месяцев совсем забыл о флешках о игрушках на ПК все это уже есть в приставке есть куча программ которые можно поставить игрушки все видео музыка короче все что хотите все есть смотрим играем слушаем тем более за совсем небольшую стоимость отличные характеристики ничего не тормозит не лагает все летает все прекрасно работает на седьмом андроиде компактная маленькая штучка есть аудио джек hdmi usb и питание русскоязычная версия с указанием последних последних букв AB в комплекте также идут батарейки пульт hdm и кабель пульт удобный компактный легко находить нужные кнопки их особо здесь не нужно навигация окей назад главное меню очень классная штука голосовой поиск в любом приложении нажимаете микрофон сказали что нужно найти ищет по всем приложениям в интернете в ютубе распознание языка практически стопроцентное понимает ну я пробовал на английском на русском на украинском все прекрасно понимает ставится две маленькие батарейки хватает надолго за 4 месяца еще не менял также можно играть в игрушки с помощью этого пульта но для полноценной игры нужна вот такая штука это джойстик прекрасный удобный плавный ход кнопок здесь еще есть крепление для телефона можно ставить телефон и играть сопряжение идет по блютузу по блютузу также две батарейки стандарта 2А отлично играет в лоночки можно подключить ПК к телефону телевизору приставки идет сопряжение по блютузу есть два вибромотора есть встроенный акселерометр вводная вещь можно поиграть также у меня еще есть планшет Mi Pad 2 два оперативки 16 внутренний в чем значительный минус планшетов Xiaomi первого, второго, третьего в принципе они по сути особо ничем не отличаются нет нет разъема под sim-карту и карту памяти если пользоваться дома через Wi-Fi замечательная вещь если взять куда-то с собой на дачу на природу на отдых интернет вряд ли у вас будет только посмотреть документы поиграть в игрушки и практически все за дверью вещь бесполезна так как я в основном пользуюсь дома мне этого вполне хватает ну и плюсы очень тонкие металлическая крышка два динамика звучание приемлемое есть микрофон вполне годная камера прийти на экран быстрый шустрый ничего не лагает за что кстати люблю Xiaomi регулярно выходят прошивки даже на старые модели телефонов там Mi 3 Mi 4 выходит обновление Android обновление прошивки сейчас пошли уже обновляться телефоны на седьмые версии Android уже девятая MIUI соответственно в сентябре уже будет на второй на первый и на третий Mi Pad на днях будет кстати презентация первого телефона на чистом Android посмотрим что с этого получится так следующий телефон Mi 5 несмотря на то что он вышел уже три года назад еще является актуальным красивым удобным по цене одним из лучших телефонов с 820 Snapdragon 3 оперативки на данный момент вполне достаточно для нормальной работы телефона приложений игрушек очень симпатичный дизайн в руке лежит отлично в общем жена восторг и конечно же мой телефон Mi 5S которым я пользуюсь который мне нравится и пока не планирую менять вышел Mi 6 с двойной камерой и 835 процессором за те деньги которые сейчас продают цена конечно завышена на старте продажи стоил около 500 долларов сейчас уже просел до 400 я думаю к новому году уже будет около 350 а то и 300 хотя Mi 5S в свое время также стоил 400 с копейками долларов сейчас его уже можно пить около 200 долларов по акциям встречается даже 180 185 на GT на Gearbest Планшет сейчас второй стоит 150 долларов минимальная цена третьего 230 долларов я думаю тоже цена будет немного падать к новому году долларов за 200 можно взять мой на старте продаж стоил 370 долларов потом спустя месяц два цена упала до 320 долларов сейчас уже можно за 270 взять ссылки на товары я оставлю внизу и главное друзья никогда не берите Xiaomi на старте продаж делают вещи замечательные ну блин прошивки ПО ну не кодышнее такое впечатление что как будто они стараются в какие-то сроки вложиться впихнуть девайс на рынок а потом уже спустя полгода год будут делать на него программное обеспечение потому что поначалу нет российских прошивок только китайские английские какие-то появляются сторонних разработчиков ну в итоге спустя некоторое время телефоном или планшетом можно пользоваться они доработают сделают нормальную камеру сделают нормальную энергоэффективность в принципе получается годный девайс так что никогда не спешите покупать на старте продаж на этом все друзья ставим лайк подписываемся на канал до скорых встреч 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 до скорых встреч